Однако некоторые проблемы кировчанам все же удается решать. В дворах строятся дороги, обустраиваются спортивные площадки. И все благодаря желанию самих граждан. На сайте общественных инициатив ЮПолис активные жители страны размещают свои проекты. А посетители сайта голосуют за интересные на их взгляд идеи. Проекты, набравшие больше всех голосов, воплощаются в жизнь. Что жители области предлагали в этом году, расскажет Ольга Величко. Только горка и пара скамеек. Это все, что осталось от спортивной площадки в старой части города Вятские поляны. Чтобы сыграть в футбол, дети с нарушениями слуха и зрения отправляются на стадион соседней школы. А могли бы заниматься здесь, рядом с обществом инвалидов, решили активисты. И на сайте ЮПолис разместили заявку на новую спортивную площадку вместо прежней. Она у нас была, но основания этой площадки не соответствуют современным требованиям. И нам очень хочется, чтобы у этой площадки было современное резиновое покрытие. Вот в этом и состоит смысл нашего проекта «Спорт – это жизнь». Проект составляли, что называется, всем миром. Дети предлагали, взрослые рисовали. Площадка долго держалась в пятерке лидеров. Хотя обойти соперников понимали, активисты будет сложно. В этом году заявки на сайте оставили авторы 600 самых разных идей. Каждый проект индивидуален. И нет ни одного похожего проекта, вне зависимости от того, что действительно мы говорим, что уже, наверное, годами у нас лидируют по сельским поселениям дороги и водопроводы. Привязка, населенный пункт, то, как муниципалитет описывает данную проблематику, то, как воспринимается эта проблема населением. И, соответственно, размер, во сколько эта проблема стоит, что необходимо потратить для ее решения. Вот это все является индивидуальным подходом. Если проект нравился посетителю ее полиса, он мог отдать ему часть виртуального бюджета. Чем больше интернет-средств, тем выше место в рейтинге заявок. Такой необычный способ выяснить, чего хочет население, в Кировской области применили первыми среди регионов. И сейчас опыт нашей области готовы перенять и другие, отметил полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич. Программа поддержки местных инициатив в Кировской области и в Международской области она, безусловно, является элементом создания такой жизненно необходимой инфраструктуры. Это великолепная инициатива в Кировской области, она правда дает результаты. Мы смотрели, изучали этот опыт. Это не виртуальные вещи, это вполне реальные. То есть это повышается и инициативность людей, появляется интерес, появляется, так сказать, возможность самим определять форму своего существования, на что потратить деньги. Все виртуальные средства сейчас будут пересчитаны в баллы. Какие проекты получат реальную денежную поддержку в 2015 году, станет ясно 25 декабря. Ольга Величко, Дмитрий Подлевских, Бюро новостей Дайвича.